Ребят, доброе утро всем! У нас еще утро, начало 10-го. Я вот хотела показать вам, в каких условиях я готовлю. Вот здесь у меня зажарочка. Хочу вот картошку потушить с тушенкой. И попутно делаю вот такие вот вафли в инстаграме. Я уже выкладывала рецепт данных вафель. Получается здесь, на основе бананов. Сейчас посмотрим. Уже можно их снимать на основе бананов. Так, сейчас я сниму и продолжу. Так, все. Вот такие вот вкусные вафельки получаются. Здесь вообще не грамма сахара. Получается, у меня здесь бананы, я их турировала вилкой. Без блендера, блендера нету. Два греческих йогурта добавила. В прошлый раз я делала с активии. Тоже вкусно получилось. Два яичка, мука, разрыхлитель и масло. По вкусу вот это все перемешиваешь. Ну, соответственно, мука. Такая вот консистенция. И вот такие вот вкуснючие прям вафельки получаются. Они очень сладкие, очень мягенькие. Можно этот с медом есть, кому не сладко. Но для меня и так оно сладкое. С нутеллой. Дети едят, допустим, с нутеллой. И вот здесь вот сейчас у меня зажарочка поджарится. Закинул картошку и будет тушиться. Вот так вот готовим в условиях хайма. Ребят, вот дожарила я вафельки. Еще забыла сказать, что я сюда добавила немного ванильного экстрата. Вот они прям таки, видите, мягенькие. И очень вкусные. Сейчас еще надо будет сбегать на первый этаж. Помыть посуду. Потом остынет вафельница. Помою вафельницу. И вот здесь у меня уже я закинула картошечку с тушенкой. Будет все это дело тушиться. И в конце добавлю лучок. Вот так вот. Малышка, помаши. Отдыхает, мультик смотрит. А, играешь? Ну, хорошо. Всем доброе утро. Сегодня проверили почту. Около 11 часов, 2 часа. И у нас пришли письма САУК. Это страховая компания. Нам пришли карточки наши страховые. Да, то есть теперь мы можем пользоваться... Теперь мы можем пользоваться всеми услугами. Медицинскими, страховыми. Детей можем пользоваться тоже в больницу. Сейчас покажу вам, как они выглядят. Вот такие вот карточки. Ранее мы говорили вам, что отсылали фотографии, да? Я записывала видео. И вот сегодня такие пластиковые карточки с чипами. Ну, я там номера наши прикрыла. Вот такие вот карты. Наконец-то дело двигается. Также, что мы вчера сделали? Расскажи. Что мы вчера сделали? А, мы времени... Аусвайс? Да, времени Аусвайс. Ну и подали. Подали на паспорт. Аусвайс? Не паспорт. На Аусвайс, да. Дочью. Он стоит 47 евро вышло его. Это вместе с временным. Вместе с временным. Если это временный делается, он 10 евро стоит. Доплачиваешь, и тебе сразу отдают. Там буквально через 5 минут времени Аусвайс. Такой придет по 2 недель, да? Ставали ждать 2 недели. Да. Вот такие у нас новости. Потихоньку, наконец-то, дела начали продвигаться. Сейчас, когда Сережа получил Аусвайс, да, своевременный, плюс вот этот, как этот, документ позднего переселенца, мы назначили термин для меня, и вот для вот этой красотки, и для Богдана. То есть нам нужно в Аусленд-Бехёрд. Там сделали мы термин, 27-го числа будет, и там мы уже будем получать свои документы по ВНЖ. И вот это уже получается практически заключительное, да, когда я документы, мы с детьми получим, уже, в принципе, все. Такой большой сдвиг прошел. Да. Вот, так что можете нас поздравить. Теперь у нас есть карточки. Девочки, мы сейчас находимся в H1M. Да. И здесь такие большие скидки на платьюшки. Вот, посмотрите, такое платьюшко. Стоило оно 30 евро. Сейчас по акции 22 евро. Вот я не знаю, думаю, брать. Но здесь такое, как бы для животика. Под беременность. А дальше отойдет. Такое вот. С вами подумаю. Вот батюшка померила. Ну, оно без акций, 21 евро. Но оно такое легкое-легкое. Все классно. Ну, на лето будет, конечно, самое то. Тоже посмотрю, подумаю. Длинными рукавами. Немножко еще сдалека сниму. Вот такое вот. Вот померила платье. Правда, оно, конечно, сейчас помятое. Тоже по акции 15 евро. А так оно стоило, по-моему, около 30. Это как сейчас модные, под пижамные. Смотрится, как халат. Сергей сначала сказал, это же халат. Я говорю, нет, это такое платье. Так вот оно смотрится. Ну, как что-то класс, такой, как Атлас. Симпатичная. Девочки, мы сейчас уже в Нью-Йоркере. И вот зашла вот такая вот симпатичная платьюшка с разрезиком. Амелечка здесь, да, сидит, играет? Сейчас я выйду там, со стороны покажусь. Ну, прикольно. Очень симпатичная. Блин, ну, ну, классная. Под кроссовки даже. Вот тоже прикольно. Черная. Симпатичная смотрится. Тоже нравится. Ровкая. Еще один вот прикольный комбезик. Тоже думаю взять. Стоит 20 евро. Укороченные эти. Классинка. Тоже под кроссовки можно, и под сандали. Прикольно смотрится. Черный цвет не идет. А сейчас быстренько вам покажем, что мы купили. Так. Вот. Сережа взял себе вот такие вот штанишки. Размер М. Я на стол положу. Чистые. И такие же вот серенькие. Как я и говорила, в Германии нет... Покажи поближе. Теплые. Нет тонких штанов, да? Все тепленькие. Ну, в принципе, и так вечерково надеть, мне кажется, будет классно. А потом вот такие вот шортики тоже тряпочные серые взял. Так. Вот такие вот шортики на лето. Нет, темные быстро выгорают. Ну, они хорошее качество, и это, по-моему, самые дорогие, да, которые мне нравятся. Да. И вот эти. Они вообще классные. Мне так понравились. Ну, как говорят. Потом видео увидите. Каком-нибудь. Каком-нибудь, да. Так, здесь все, да? Получается, здесь были сережные вещи. Сейчас покажу, что я себе взяла. Я тоже взяла вот такие вот белые шортики. Но я это взяла аж размер XS. Потому что S-ку я померила. Мне что-то в талии было немножко свободненько. Поэтому вот такие вот белые шортики на лето. Так. Дальше вот это вот платье. Красивое. Леопардово. Да. Я бы верила там. Но оно мне прям очень понравилось. И оно тоже такое легкое на лето прям. Такое классное. Так. Дальше что я себе еще взяла. Вот такой вот. Круп-топ. Вот он. Он получается с этими шортами белыми вообще четко смотрится красиво. Потом вот это вот платье такое вот черное. Я тоже вам показывала на видео. Его успела я, по-моему, заснять. Так. Нет. Так. Еще раз. Тут. Его немножко проблематично одевать. Немножко сложно то, что там подъюбник. То есть первый слой он будет полностью прозрачный. А второй вот подъюбник. Да. Вот этот слой, видите, он абсолютно прозрачный. И вот. Вот этот вот платье. Ну, он тоже классненько его и под кроссовки, и под такими пасоножками. Сомнальки вообще красиво смотрятся. А потом вот эти шорты прям вообще они классненькие. Тоже беленького цвета вела. Размер S. Они прям такие вот. Тоже вот полупрозрачные, легкие. На лето прям вообще классные. И вот такой вот этим шортиком взяла себе тоже кроп-топ. Тоже такого приятного цвета. Лилу. Лилового цвета. Так. Ну и вот этот комбезик, который тоже я его примеряла. Очень такой прикольный, красивый. Все, я его тоже взять. Так. Ну, здесь вот такой вот, это купальник у вверх я взяла поменьше размер. Соска. И пускатер. Потом также мы заходили в Оэрошок. Там я взяла себе вот такие вот, это, чтобы смазывать, да? По евро пятьдесят. И в евро шопе еще взяла я вот такие вот с этим для маффинов сделать. Угу. Четыре формочки. Они тоже по евро пятьдесят. Получается на шесть евро. Так. И так же мы взяли себе обувь на лето. Сейчас покажу сначала свое. Так. Я себе взяла дайфмани. Или как русскоязычно называют его дишман. Так. Ну вот такие вот. У нас в сплошной подошве получается небольшой, да? Вот подъем. Ну что мне удобно, то есть это вот так вот раз и все. На липучках. Да. И вот такие вот еще стельки взяла. Их за отдельную плату, по-моему, около шести. Шести евро, да, они стоили. Чтобы ножка, когда потеет, не скользила. В общем, вот такие вот. Здесь надо еще приклеить, она отклеилась. Они вот силиконовые идут. Потом сделаем. Так, это мои. И Сережа себе взял в галерее. Адидасовские кроссовки. Вот такие вот. Классные. Ага, белые. Да, тут-то вот дырочки, да, чтобы дышало вот это вот. В общем, тоже красиво смотрится. Вот так вот немножко. Сегодня на себя потратили денежку. В прошлый раз Богдану покупали. В этом месяце решили себе, Сережа, что-то взять. Всем пока. На этом видео закончим. Очень устали. Сейчас будем ужинать. Спаться и спать. Все, всем пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok